О переезде в новое здание гимназисты и преподаватели мечтают давно. События этого ждут с особым трепетом. Анастасия Каргина дни до открытия в буквальном смысле считает. С одноклассниками уже обсудила интерьер и оборудование, хотя в школе еще не была. Хочется новое оборудование, то есть новое помещение. Это большой плюс, я думаю, это поможет приумножить наши знания. Картины Елена Алексеевна повесить, чтобы как-то оживить. Все сделаем. Успеете? Не смею. Сергей Юров с инспекциями в новом здании гимназии бывает регулярно. Сегодня последнее перед официальным открытием. И к нему готовы на 100%. Это будет не просто школа, образовательный комплекс. Откроются гимназические и общеобразовательные классы. Учиться здесь будут больше тысячи человек. Все оборудовано по последнему слову техники и по всем образовательным нормам. В тех кабинетах, которые будут заниматься дети, безусловно, автоматизированное рабочее место, которое создано у учителя. То есть это интерактивная доска, это проектор, это ноутбук. И таких кабинетов 53. То есть у нас на сегодняшний день будет две школы, которые будут полностью соответствовать новым требованиям СанПИН. Кроме учебных аудиторий, столовой и многочисленных кабинетов, в гимназии два актовых и спортивных зала. Столько же хореографических. Откроются обновленный музей, библиотека и читальный зал. То есть у нас шестилетки будут ходить не в сад, а сюда? Да. А здесь будут заниматься самые маленькие гимназисты. Две группы по 30 человек. Кроме уроков, для них организуют группы продленного дня с питанием и послеобеденным отдыхом. Мы планируем объединять это в единый учебный комплекс вместе с детским садом. Я уверен, что, конечно, это будет действительно таким хорошим учебным центром, где дети будут получать образование, начиная с трех лет и уже непосредственно до окончания школы. Добираться до гимназии будут на автобусах. Руководство школы уже сейчас продумывает маршрут следования и остановки, чтобы в первый учебный день, как и во время всего процесса образования, опоздавших не было. Пройтись по коридорам новой школы. Гимназисты, их родители и преподаватели смогут уже в этом году. Официальное открытие 28 декабря. Ну а занятия здесь начнутся в 2017, первый учебный день, 9 января. Ксения Казакова, Александр Попов, для РТВ.